Друзья, всем привет! Вы снова на канале Epic Board Shop. И у нас сегодня очередной видеообзор, который я сделал на вейкборды. Брэнда Neva Sama! Давайте, друзья, для начала я скажу все-таки немножко про бренд Neva Sama. Кто и знает, что это за бренд, что это за компания, потому что, конечно, если мы говорим про вейкбординг в целом, то там, конечно, у всех на слуху и бренды Liquid Forces, Slingshot, Eronix. Бренд все-таки Neva Sama, друзья. Конечно, если говорить глобально, это все-таки компания, которая вот уже 25 лет делает сноубординг. И делает их действительно очень хорошо в Америке, вручную, на заводе в Колорадо, в Денвере. И вот где-то 5 лет назад компания решила развивать не только, собственно, сноубординг, она решила открыть для себя мир, собственно, модных видов спорта и сделала первые такие прототипы вейкбордов и вейксерф. В основу изготовления вейкбордов лег в большей части, конечно, принцип создания сноубордов. Доски сделаны полностью с дерева, то есть начинка в этих моделях полностью деревянная, петексовые сайдволы, как, собственно, на сноубордах Neva Sama. Дизайны, как у Neva Sama. Собственно, кто следит за индустрией сноубординга, кто, если нас смотрят сноубордисты, то, конечно, вот в дизайне Mindbender мы отчетливо видим дизайн фанслингер этого сезона. А в новой модели Finrich мы, собственно, видим дизайн легендарной новой модели Shaper Twin. Это, конечно, такая некая взаимосвязь, это такие крутые переплетения. Мне, конечно, это все очень нравится. И, друзья, несмотря на то, что название Neva Sama как бы подразумевает, что лето не будет никогда, но, тем не менее, вот уже четвертый сезон, четвертый летний сезон, компания активно продолжает делать вейкборды и вейксерфы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несмотря на то, что, конечно, модельный ряд у бренда не очень большой, последние три сезона было две модели. Это Mindbender и Rooster. Вот он стоит. А в этом году, в сезоне 19, появилась еще одна моделька новая, она называется Finrich. Так же, как и у всех, собственно, таких мощных акул, так сказать, индустрии, вейкборд индустрии, конечно, так же все модели подразделяются. Mindbender – это у нас парковая доска. Rooster – это катерная доска. И вот в этом сезоне добавилась модель Finrich. Это тоже своего рода такой гибрид некий, но с уклоном, можно сказать, в парк. В сегодняшнем обзоре я хочу вам рассказать вот про именно две модели, про Mindbender и Finrich. Потому что эти доски мы брали в тест, мы поехали в легендарную Микининскую лебедку, такая одна из самых старейших лебедок, собственно, в Москве. Про модель Rooster я вам обязательно сниму еще один обзор. Ну, а пока, друзья, собственно, про парк, про кабель, про лебедку, потому что, опять же, хочется сказать, что в индустрии вейкбординга, ну, конечно, все-таки последние 5-6 лет парк, кабельное катание. Оно, конечно, приобрело супер большой масштаб, супер нереальную такую действительно мощь. И все бренды, конечно, в своих модельных линейках, в своих моделях, они делают, конечно, акцент больше даже на кабельное катание, чем на катер. И вот, собственно, Nevo Sama не стал исключением. И вот они добавили в этом сезоне модель Finrich, конечно, которая больше подходит именно для кабельного катания. Сейчас я вам про эти две модели расскажу, покажу. И, собственно, друзья, я думаю, что будет очень интересно, и вы с удовольствием придете в магазин и выберете эти доски. Друзья, ну и, конечно, модель MindBender. Уже такая, можно сказать, для бренда классика. Вообще, конечно, для компании Nevo Sama свойственны такие уникальные технологические решения, которые мы не найдем у других брендов. Прежде всего, хочется сказать про прогиб. Прогиб у модели MindBender, собственно, как и у других моделей от компании Nevo Sama, семиступенчатый рокер. То есть, если, опять же, смотреть в общем на индустрию вейкбординга, самые популярные прогибы рокеры у вейкбордов, это Continuum и такая классика, жанр трехступенчатый. Вот семиступенчатый рокер – это что-то такое среднее между Continuum и трехступенчатым рокером. Людям действительно семиступенчатый рокер нравится. Это прикольно, это интересная особенность, интересный такой щелчок, интересные, скажем так, зарезки. Новое впечатление. Я только что с Кирик почти уехала на новой доске. Хорошие впечатления. Но она на самом деле… Да, что Ростовка больше. Сначала немножко доску вводит. Такое ощущение, что некомфортно. В принципе, со второго с третьего круга привыкаешь. И мне кажется, что на фигуру как будто бы заходить немножко комфортней. Но сейчас еще раз попробую. Если посмотреть на доску, у них практически абсолютно плоское дно, то есть нету каких-то таких ярко выраженных конкеевов. Но вот есть такие маленькие реданы на Тейлы, которые дают действительно… Которые дают определенное ускорение. Которые дают достаточно действительно хорошую определенную стабильность на приземлении. Но при этом, опять же, не мешают скользить по фигурам. А какие есть эпитеты по отношению к доске? Никакие, твои есть личные они. Мне понравилось кататься на большей Ростовке. Так, почему? Потому что доска более стабильна, больше площадь воды покрывает. Так. Более стабильно заходит на фигуры. Мне на ней удобнее зарязаться на фигуры. Так. Что еще? Что еще? Скользкая? Ага. Я не знаю, я просто люблю, наверное, самое все. Я не знаю, мне нравится. За год мое мнение не поменялось. Ноус и Тейл имеют такую обрубленную форму. Получается так, что несмотря на то, что Ростовка у нас 46-я, а сейчас в парке, как мы знаем, идет такое действительно увеличение Ростовок, по ощущениям 46-я Ростовка чувствуется как примерно 43-я. То есть она очень быстро резко режется, достаточно хорошо крутится. То есть это такая тоже очень интересная особенность. Поэтому, друзья, действительно такая хорошая классическая парковая доска с флексом, легкая, надежная. Я считаю, что это очень круто для парка, это вдвойне приятно. Я сейчас буду 360, если я буду часто падать, ты меня поднимешь. Да не вопрос. Я сейчас на вашей доске сделал, по-моему, показательный круг. Короче, сделал 360 на тикере. Ну и кругу всю проехал, в конце 360 аут сделал. Там что-то сделал, либо гэп, либо крутанулся два раза, 720. Потом еще флэдинг. Короче, ушел в отпуск. Да. Трениться? Вот такой зарядок. И вот, собственно, модель Finn Rich. Новая доска. Какие отличия между двумя этими моделями? Во-первых, здесь мы сразу видим уже кили. То есть на модели Might Bender по моде, собственно, как и все парковые модели, они идут без килей. Они съемные, соответственно, поэтому это в определенном смысле говорит, что это гибрид. Что на этой доске можно кататься и за катером, и в парке. Форма у этой модели отличается уже от модели Might Bender. Такая более квадратная форма. Она дает дополнительную площадь, дополнительную стабильность при приземлениях. Опять же, дополнительную стабильность на фигурах при скольжении. И тут, конечно же, так скажем, сразу в глаза такая бросается еще история, что tail и nose, конечно, очень сильно мягче центра середины доски. За счет чего, конечно же, круто скользить по фигурам, делать всякие прессы. Ваня, скажи, как доска-то вообще, общее такое впечатление? Доска хорошая, доска легкая. Доска скользкая, она не ощущается под ногами. Но мне приятно делать релиз на флет. Она очень предсказуемо себя ведет на фигурах. Хорошая мне нравится. А ростовка? Ростовка 144. А у тебя до этого? А я такая же. То есть, в принципе, разницы такой по ростовке нет. Но при всем при этом она потойше будет. Она как-то более какая-то легкая, невесомая. Не знаю, как по-другому описать. Круто. Ну, а, собственно, поставив кили, можно кататься, конечно, также уверенно и за катером, как и на модели Майндбендер. Здесь есть вот эти мини-микро-риданы и на тейлах, и вдоль рейла. Поэтому, конечно, все-таки вполне можно назвать эту модель действительно гибридной. Друзья, вот примерно такие две парковые модели. Две действительно парковые модели очень крутые. Американские, бренда NeverSama. Надежные, качественные доски. Потому что, опять же, если говорить за последние 2-3 сезона, собственно, что мы продаем эти доски, эти модели. И сколько этих досок, опять же, лежит у нас и в катере. Модель Rooster можно найти в катере Epic Surf. А кто помнит, еще несколько досок Rooster лежат в клубе легендарном Malibu наших друзей и партнеров. Мы очень много дали досок парковых именно моделей Майндбендер. Это знаменитый такой дизайн. Он уже многим запомнился. Черно-белая такая доска. Наверняка вы видели в парках тоже очень много, скажем так, фидбэка. Люди довольны. Действительно, доски очень крутые, очень прыгучие, очень скользкие. Ну и, собственно, тесты модели Finrich, они в этом сезоне тоже продолжатся. Они тоже, скажем так, очень активны. Потому что компания Distributor бренда Nevasama, она действительно старается, скажем так, очень мощно и плотно все-таки продукцию Nevasama влить на российский рынок. Поэтому, если вы, друзья, посещаете такое мероприятие, как Wake Weekend, легендарное для России, скажем, такой фест, контест, который в этом сезоне аж получил такой туры, в нескольких городах России проходит. Вот легендарный будет сейчас скоро в Завидово. И там, собственно, и на Wake Weekend можно прийти абсолютно бесплатно, попробовать, затестить все эти модели. Поэтому, конечно, друзья, если у вас есть возможность, вот 26, 27, 28 июля в Завидово легендарный Wake Weekend, который уже проходит гигантское количество лет. И там можно, собственно, эти доски попробовать, потестить. Ну и все эти модели вы можете найти у нас на сайте, посмотреть ростовки, количество, наличие, цену. Ссылочка будет внизу, в описании. Поэтому, друзья, заходите, смотрите. Ну, а с вами, как всегда, был Epic Board Shop TV. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока.